Не менее пяти ударов и угроза убийства. В ноябре прошлого года Александр Смирнов решил заступиться за ребенка, с которым достаточно грубо обращался отец. Для начала неравнодушный барнаулиц решил выяснить, кем мальчику приходится агрессивный мужчина. Все это вывело из себя строгого отца, и он набросился на Александра. У пострадавшего ампутирована нога, оказать сопротивление он не мог. В суде Роман Буторин во всем признался. Попасть с камеры на приговор нам не удалось, так как подсудимый был против. Также семье пострадавшего пришлось отложить установку современного протеза. Были планы на ноябрь совсем другие. Нас пригласили на презентацию, то есть он должен был прийти, посмотреть его, померить, подходит он ему или не подходит. Так как у него заболевание связано с онкологией, также он должен был пройти онколога и тому подобное. У анализов тоже сроки годности, то есть то, что мы сдавали, мы теперь в новом году будем заново все это проходить. Для возмещения морального вреда семья пострадавшего запросила 200 тысяч. Но сторона защиты полагает, что 10 тысяч рублей это та сумма, которая способна удовлетворить все переживания мужчины с инвалидностью. В итоге по решению суда Буторин выплатит 30 тысяч. Кроме того, ему назначили один год условно, хотя прокуратура запрашивала реальный срок в колонии поселения. Я не согласна, что вообще его что-то исправит. Человеков 30 с лишним лет, его вообще в принципе ничего не исправит. И вот нам только смириться и жить с такими людьми в обществе. Наша цель была выполнена найти и хоть как-то наказать, чтобы он понимал, что за свои действия придется отвечать рано или поздно. То есть в принципе условный срок нас устраивает. Я не знаю, с каким бы чувством на душе я вышла, если бы сейчас его отправили на поселение, возможно бы с тяжелым. Семья решила, что не будет подавать в апелляцию. А сам нападавший уверяет, что это была всего лишь случайность, которая произошла на эмоциях. Мужчина обещает, что такого больше не повторится. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.